Вы даете право на публикацию этого интервью? Да. Фамилия и имя отчества? Шашимай Владимир Евгеньевич. С год рождения? 17 октября 2000 года. Вы сейчас начали как-то заикаться, только что нормально разговаривали. Вы не волнуйтесь? Нормально, мы сейчас звоним вашей маме. Да. В начале января, там сказали, что было утверждение, 15 января было шелом, мы отправились в Воронеж. Воронеже? Да. Двое суток ехали, потом в Воронеже пробовали где-то 3 недели. Да. Алло. 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 Привет. Да. Это Вадим. Вадим, привет, сына. Привет. Че, как ты? В плену. Ну, я понимаю. Ну, так хорошо. Нормально все? Да, относятся хорошо. А вот, а, блядь, че, виноваты? А вот сказали, вы пошли. Молодец. Есть одно еще, об этом сказали. А? Нам ведь об этом никто не говорил даже, когда к правлевищу. А чем молодец вы когда-нибудь молодец? И че, когда? Пусть это, давай, когда, что это закончится, к блядь. К тому и надо закончится. Будут разговоры об обмене. Скажите, пожалуйста, вот я просто уже не выдерживаю, я журналист, меня зовут Владимир, я рядом. Сижу здесь, слушаю, да. Вы говорите, вы говорите, никто не виноват, да, молодец, да. А кто у нас сейчас города помбит? Не такие ли молодцы точно, как он? А это вы все равно, да, говорите? Да, я с вами. Да я, видите ли, блядь, я не так рассуждаю, я не так сказал, я его подвергал маленько. Я вообще против всего этого, я не вижу ничего хорошего. Ну, тут просто у нас куча видео и всего прочего, где вот эти вот молодцы приезжают, мародерят, хаты выносят у людей, все забирают. Да, ну я там, я вам честно скажу, вот это не про него, не про моего. Не, я понимаю, не про вашего. Как только они сюда попадают, они все не такие, они все хорошие. А как только они там, бравые бойцы, так такое смотришь, вроде это и не люди вот вообще. Да, это понятно все, я туда выспориться с вами не буду, поэтому вопрос. Я, во-первых, здесь, вон там, вы там. Не, я журналист, мы никакого влияния не оказываем на вашего сына, да? Нет, я к тому говорю, что вы увидите все это. Ну, увидим, конечно. Я это видел, вы только это все вслот. Ну, вы можете еще на наших телеграм-каналах это посмотреть, почитать. Да, я все это там смотрю. Ну, если честно, вот так вот взять, взять СМИ Украины и СМИ России, разные вещи показывают. И никому что верить, я уже не стал верить. Но вы верите, что ваш, вы верите, что ваш ребенок в плену? Ну, конечно. Да, вы верите, что он пришел, вы верите, что он вторгся, как захватчик на независимое государство? Он? Да. Или государство наше? И он, в частности, и государство, а как их разделить? Ну, он солдат. Ну, я понимаю. Ну, вторгся или не вторгся он на чужую территорию? Я не знаю, как это назвать. Я не думал, что он даже знал, куда он есть. Нет, так давайте фактическими данными оперировать, да? То есть, знал он или не знал, конкретно факт вторжения есть. Я вам, честно, так и не скажу, как это все выглядит, потому что я не знаю всей правды. Вторгся, защищались. Да, но другого это, у вас другое. Ну, я понял, бесполезно разговаривать. Я понял, бесполезно разговаривать все. Ну, вам там говорят одно другое, вы фактов не видите, вы слышите, что вам там говорят другое. Тут есть факты, конкретно человек, конкретно вторгся, конкретно в плену, вы до сих пор еще не можете понять, что произошло. То есть, ну, как это? Я почему не могу-то, я понимаю, что это. Но вторгся, не вторгся, это не мне решать. В смысле, так это факт. У вас человек в плену находится в Украине, который пересек границу суверенного государства с оружием и находится сейчас в плену. Что здесь еще нужно вообще доказывать? Так нет, я еще и понимаю, что они, наверное, больше не знали, куда они туда въедутся. Тут вопрос же не в том, что у них в голове, что они там знали или не знали. Это как раз-таки уже из разряда таких вещей, которые доказать невозможно. А есть факты? Есть человек с оружием, который вторся на территорию суверенного государства. А вы говорите, там одно говорят, здесь другое говорят. А что же вам еще говорить нужно, если вот он сидит возле меня, вот он с оружием, вот он зашел в Украину, в суверенный государство. Что же еще нужно доказывать, я не пойму. Ну, в том случае он был солдат. Так, понимаю, солдат, который вторгся, правильно? Которому сказали, куда-то идти. Сказали, и он вторгся, да? Так он даже, знаете, он не знал, куда идет. Я понял. Я думаю, что бы хотел открывать. Не зная, куда идет, он вторгся или не вторгся? Не знаю. Ну, то есть, я понял. Поговорите минутку, да, скажите, там, как у вас дела, все такое, потому что это бесполезно. Спасибо большое, спасибо. У меня тут все нормально. Какой-то обращается нормально. Да, все нормально. А что, не знаю, где находится, не стреляет, не все там? Почему? Так, бомбят. Бомбят? Да. Да. Я там маме звонил, она трубку не взяла. Ты позвони, там скажешь, что все нормально. Побой, бабушке позвонил. Хорошо. Хорошо, хорошо, это так и позвонил. А кто бомбит? Кто бомбит? Да, ты, что скоро все закончится. Это Россия бомбит. Россия бомбит. Это... А у тебя номер Леры есть? Леры? Да. Нет, знаю, куда идти, он бабушки есть. Да, позвони, я там скажу, что все нормально. Хорошо, хорошо, я сам все отлично сделаю. В общем, на канале «Ищи своих», да, вы сможете посмотреть это видео. Спасибо. Да, да, спасибо, я смотрю, его могу поставить. Да, да. Все, тогда. Все, до свидания. Да, ты знаешь... Нет, если ты позвонишь сестре, она нормально будет разговаривать, потому что она не в России находится, а ну... Скажи, пожалуйста, вот просто по твоему мнению, вот из нашего разговора, что я не так спросил и что не так вот не ответил. Отец просто думал, он думает как не о солдате, а о бомбе, а как о сыне. И все. Нет, я помню. Ну, я его чувство как о сыне, прекрасно понимаю. Я пытаюсь понять, почему люди не могут вот видеть простых факторов, ну, очевидных вещей. Не знаю. Это очевидно, что здесь просто люди убивают, и все. Что война мне непонятна, для чего вообще здесь. Что Россия на территорию Украины вторглась, это всем так понятно. Не все признают, может, это просто. Добавить, по сути, истории вашей, что, как вы в плен попали вообще? Ну, вообще, как мы приехали на территорию Украины, мы здесь просто катались, не боев, там не было ничего. Вот. Потом были ранены, там свои же стреляли. Вот, ранили людей. Сделали колонну, которая... Ну, это вот эта перестрелка в лесу, там, где два танка друг у друга расстреляла, получается. Ну, там люди стреляли просто в лес на вспышку. Да. Вот, ранили людей. На следующий день сделали колонну, которая должна была уехать в Россию с ранеными. Вот. Я был в этой колонне, колонну обстреляли. Спустя, там, сутки, буквально, я попал в плен. Ну, сдался. Потому что выбора уже не было. А как сдались? Как это произошло? Гражданские. Просто подошли где-то в селе гражданские, не сдали, да? Да, так не было. Что вы посоветуете другим российским военнослужащим? Которые находятся на территории Украины. Да, которые посылают на территории Украины. Или тем, которые уже находятся на территории Украины? Тех, кто здесь, на территории Украины, советуют. Всем сложить оружие. Я дозвонился, Антон. Алло. Где? Алло, вас из Киева беспокоят? Вы просили, пожалуйста, позвонить. Алло. 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 Да, сыночка, с вами. Я там, я, короче. Что там? Там как дела? Что? Не знаю. Ты насчет чего как дела? Да никак. И вообще? У тебя? Каждый день я знала, я ее названила. У меня дошло, собственно, пока ты дома не будешь. Это все плохо у меня. А ты же не к Оленину звонила там? Или к Маркееву? Звонила. Они там что-нибудь делают? Они там вообще предпринимают? Ну да. Сказали подождать. Сказали. Минобороны этим занимаются. Да ничем они не занимаются. А ты Лерия звонила? Да, сыночка звонила. А она там как? Да не как, свачка. Слышь. Алёна. 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 У меня все хорошо. Мне надо, чтобы ты дома был. Сыночка. У меня было вообще все хорошо. Там непонятно, когда все это вообще закончится. Потому что по новостям показывают, что Путин там кого-то нанимает. Каких там Кадыровцев, еще кто-то. Опять они стягивают войска. Нам ничего не говорят. У нас даже телевидение запретило что-то говорить. У нас интернет все блокируют. У нас никто не подъявил. Ну вот я тебе говорю. Как все это происходит, говорили. Гадский суд сказал, что Путину, что он должен вывести все войска или санкции. Там опять будут все это. Мы ничего не знаем, потому что нам блокируют. А сейчас еще сказали, что Ютуб запланируют. Вам сын говорит, что вы слушать не хотите? Нет, вы не слушаете. Да, ну как бы происходит. Я слышал, что он не делает. Хорошо, извините, да. Извините, не выдержал. Будем надеяться, что все это закончится. А до бомбежка не останавливается. И они все продолжают обобить город. Нет, ничего не будем здесь делать. Путин нам даже тык всем закрыл. Никто на митинги не может выйти, потому что карается до 15 лет свободы. Начинали эти митинги, начали выходить на улицы. Все, закон, митинги. Против слова скажешь, все. Или штраф до 150, до 300 тысяч штрафа. Или 15 лет свободы. То есть она понимает, что у меня еще маленькие дети, у меня их близким остались. Я не могу выйти тут одна. Я разница. Кто меня услышит? Пришли какие-то депутаты наши, помощники мэра, наш военком. Я просто всех послала нахуй. Ну извини, конечно. У меня уже нет ни сил, ни эмоций, ни чего. Я говорю, верните мне моего ребенка. У меня... Ваша война. За что вы там воюете? Вы даже правду не говорите, за что вы воюете. Вы хоть сами знаете, за что воюете. Кого вы там пошли, кого освобождать. Где что было, говорю. Никто ничего не знал, а тут раз и надо кого-то освобождать. Что, говорю, за пресс какой-то, дискисар. Причем тут были наши дети. Хоть им надо кого-то там освобождать. Так иди освобождай. Это, набери комбат там или кому-нибудь там. Там скажи о том, что Кутырев погиб еще. Там пусть жене его скажи. Я знаю, сына все знают. А с Богомолом Димой там что? Нормально, сейчас она в больнице. Сейчас она в санитуте отходит. Ваш Александр Викторович, как он мог, вот. Он тоже в этом. Раненый. Раненый? Да. Вот так его не было с ним. И вот так не было? Ну, первого, он еще один, он первого числа уехал. Первого марта. И Зайцев там все, там. Они живые? 102 Милова с ними, дня три назад, были все живые. Я Зайцеву сказала, я его нашла на Украине. Через 100 номеров, нашла его. Он говорит, ты как меня нашла? Я говорю, да вы, задумайте, умирай. Пока моего сына, сука, домой не вернете, даже не подыхайте. Верните мне моего сына и делайте хоть. Я понял. Я боюсь, что никакой российский военный вам в этом вопросе не поможет. Да это, мам, пожалуйста. Заканчивай. Ладно, ну, я пойду, мне пора. У меня тут все хорошо, если что. Относят нормально, короче. Нормально. Как возможность будет, я еще позвоню. Если там будут тебе звонить, что там, там выкуп просить или еще что-то, ты никому там не видишь. Ну, и мне уже звонили, полтора миллиона за тебя просили. Ну, ничего, никому не видят. Я говорю, если бы его было бы это правда, я бы говорила, да. А так, я понимаю, что это все крайне, кто мне тебе отдал. Все, ну, ладно. Я потом позвоню, как будет возможно. Там Лерик, позвоните, скажи, что все хорошо. Я его целую, люблю. Полтора миллиона просили выкуп, да? Да, 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 полтора миллиона. Ну, я понял, ну, не, пока. Потом. Рублей? Да, я пытаюсь просто свестись, сколько это сейчас, там, я не знаю, тысяч пять баксов? Ну, пятьдесят. Пятьдесят? А, ну. Есть что добавить? Вы же понимаете, да, что с украинской стороны никто никаких выкупов просить не может? Да, это я понимаю, да. Еще раз, да. Я думаю, что это вообще те же русские, просто номер нашли, и как-то будет. Пытаются наживиться на всем этом. Так как видео все есть в ТикТоке, в Ютубе, в Инстаграме, везде есть видео. Они просто нашли номер матери, и я уже это слышал, что так делают многие, пытаются как-то на это наживиться. Ну, еще раз вернемся, что передадите солдатам, которые сейчас в Украине, которые уже зашли, и которых готовят? Да. Те, кто в Украине, просто сложите оружие и сдайтесь. Потому что эти жертвы никому не нужны. Те, кто в России и вас готовят, лучше остановитесь. Бедите, я не знаю, всех не посадят. Идите на улицу, все выходите. Потому что всех посадить не смогут. 140 миллионов в России живет, всех не посадят. Спасибо. Спасибо.